Девушки отдыхают Что война жестока и безжалостна, знали даже маленькие дети. На их долю в суровые сороковые пришлась эвакуация, переезды, голод, холод. Кто-то потерял близких и жил в детских домах, кто-то ушел на войну подросткам, кто-то встал плечом к плечу со взрослыми, выполняя непосильный труд на полях, заводах и фабриках. Когда началась Великое Отечественное, Татьяне Семеновой было 7 лет. Ее семья жила тогда в России, в селе Грачевка в Оренбургской области. Отец ушел на фронт добровольцем, оставив на попечение беременной жены троих малолетних детей. Поселились мы в землянке, поскольку надвигалась зима, жить негде было. И, значит, мы вот в этой землянке зиму прозимовали. Началась весна. Это был март месяц. И я помню, приехал брат отца. И они сидят, это мне уже 6 лет было, я уже понимала все. Сидят и разговаривают между собой два брата. И брат папин, это дядя Вася, дядя мой, говорит, мне надо срочно вернуться. Он служил в срочную службу. Его отпустили в отпуск, там по семейным обстоятельствам. Иначе могут, вот это слово я точно помню, часть может тронуться, и я не успею, меня обвинят, что я не явился в его имя. Отец говорит, если что будет, кто останется жив, детей не бросать. Значит, они уже говорили об имени. И мне уже от этих слов было страшно. И вторым уже набором забрали отца. И мама с нами вот осталась, лошадь эта осталась. Она начала работать на людей. Кому-то пахала, кому-то там сено возила, дрова, вот, зарабатывала на хлеб. Оплатили ей так, кто-то кусочек хлеба даст, кто-то масло, кто-то там вот. Денег как-то и не было. Вот в ноябре родилась еще сестричка наша одна. Как-то мама умудрялась, вот она быстро ее оставила, конечно, отец пошла. Я была главной нянькой в семье, поскольку я самая старшая. И мы остались в этой землянке. И мы в ней прожили семь лет. Была такая трудная жизнь в том смысле, что нищета была. Вот настоящая нищета. У нас в доме не было ни книжки, ни газетки, игрушек не было. Мы их каждый день выгоняли. Очень много было скота, наверное, голов 300-400, не меньше. Овцы и козы. И вот мы рано утром, где-то в 4 часа поднимались, гнали за 7 километров. Гнали это стадо, потому что везде поля, здесь нельзя нигде пасти скот. И мы вот вдоль дороги, там полоса была, и по этой полосе гнали. И до обеда мы шли к тому месту, где должны мы отдохнуть, напоить скот. А там уже кончались отроги Уральских гор. И вот там какие-то были, может, там какие-то роднички были. Вода была. Потому что при нашей жаре в 40 градусов вода высыхала всюду. Мы, значит, сами отдыхали. Отдыхали наши овцы. Поили мы их. И потом возвращались назад. К вечеру мы возвращались домой. Солнышко садилось. Загоняли стадо. Полусироты мы. Без отцовской заботы. Без поддержки в беде. Его крепкой рукой. Диктовала нам жизнь с острей обороты. Дети рано взрослели. От жизни такой. Пыхала война. Все мужчины воюют. И отец мой погиб в самом первом бою. Он отдал, не щадя, свою жизнь молодую. Он собой заслонил, дорогую семью. Он собой заслонил Беларусь и Россию. И таких же, как он, миллионы легли. Мы, живые, должны мир беречь во всем мире. Чтобы не было больше проклятой войны. Воспоминаниями о военных годах Татьяна Семенова не раз делилась со своим сыном. Директором 10-й Лицкой школы Владимиром Семеновым. Для Владимира Николаевича рассказы мамы не только о боли и переживании родного человека. Это еще и живая история, которую он может сегодня делиться с подрастающим поколением. Использует в работе с учащимися Владимир Николаевич и другие методы, чтобы привить детям и подросткам уважение к подвигу советских солдат. Чтобы они знали, какой ценой их деды и прадеды отстояли победу. Чтобы помнили, что защита Родины – это священный долг каждого. Я каждому выпуску, каждый год, накануне 9 мая обязательно показываю фильм «Блада солдат». Там же война фактически не показана. Вот я просто предваряю некоторым комментариям, на что обратить внимание. И вот как было тогда. И вы знаете, я же, конечно, этот фильм уже знаю покадрово. И я смотрю за ними, когда они смотрят. Я за их реакцией наблюдаю. Ну, начинают смотреть, ну, знаете так, несколько вальяжно. Потому что, ну, сама уже стилистика фильмов другая сейчас. Сейчас уже все другое. А потом смотрят, потом смотрят, потом смотрю, девочки. Некоторые начинают и на сами хлипать. Особенно, когда вот этот в конце эпизод, когда он едет на этой машине, и мать бежит по полю, и они могут разъехаться, и не встретиться. И они начинают, когда некоторые начинают кричать «стой, стой». И вы знаете что? И когда я вижу на них, это производит впечатление. Производит. И я просто убеждаюсь, что надо эти вещи делать систематически, регулярно. И вся вот эта шелуха, которая сейчас накрыла их, она сбрасывается перед вот этим настоящим. Алеша! Алеша! Приехал, сыночек. Врезались в память Владимира Семенова и рассказы отца Николая Семенова о Великой Отечественной войне. В те годы он был подростком. Переживаний на его долю выпало много. И, как вспоминал сам Николай Степанович, дети тогда знали, да война, да тяжело, но нужно ждать победы. Отец находился, это была территория Смоленщина, это Стодорищенский район, Смоленская область, он, можно сказать, земляк Твардовского, известного советского писателя. Вот, немцы туда вошли где-то в конце августа, начале сентября 1941 года. И вот был интересный эпизод, когда, значит, появились немцы, а появились они так, интересно. Первый раз они заехали на мотоцикле, там был один, наверное, типа патруля, разъезд такой был. Приехали, значит, подарили конфеты детям, и там кто рядом был, где-то они какой-то сельмах на грабанули, и там полная коляска мотоцикла была набита конфетами. Дети подходили, угощались, и какие-то женщины стояли, еще отец, говорит, вспоминает, говорит, во, пугали, не мчура, не мчура, а во, и люди нормальные, вроде бы как. И поэтому эти нормальные люди уехали, вот, и где-то через час приехали, уже не мотоциклисты, а приехали такие тяжело груженные машины. Такие машины, говорит, я раньше таких не видел, ну, у нас же полуторки были такие небольшие машины, у них такие были основательные, вот, скинули сходни, значит, такие трапы с этих машин, и всех коров, всех свиней, всю жидность туда, знаете, корову забрать, там эти бабки, там крик, плач, не отдают, значит, они только шарахнут с автомата, присядет эта бабка, и все, и уехали, и тихо-тихо стало, только собак перестригали всех. Вот такой эпизод рассказывал, заходят два немца, зашли, и увидели на кровати лежала красноармейская пилотка. Ну, пилотка, обыкновенная пилотка. Говорит, там после боев у нас, говорит, у всех, у пацанов были и патроны, и гранаты были, и запалы были, стрелковое оружие было, мы, говорит, ходили на поле боя, там все это оставалось, что не успели убрать, мы это все, говорит, себе подобрали. Тут пилотка, наверное, и вот эти, увидели немца, а были эсэсов-то с этими бляхами, такие, знаете, нагрудные были знаки, вот, и, значит, они этого деда, и моего отца, значит, выталкивают из избы, и я понял, что нас будут сейчас расстреливать. И, говорит, вот этот вкус металла во рту появился сразу. Ну, один из них был старший, другой молодой. Тот молодой уже готов был выпускануть у нас с автомата очередь. Второй что-то говорит, ему ствол опускает, этот вверх, этот вниз, этот вверх ствол, молодой который, ну, и потом, все-таки этот старый, молодого толкнул, подскочил, говорит, к нам, деду Зуботычину, значит, меня развернул пинком под зад, и типа, беги. Ну, вот, ну, я и побежал, ожидаю, что я слупану кзади, вот, ну, нет. Так что я бы мог перед вами не сидеть. Возле деревни Гвоздовка, Стодолищенского района, где жил отец Владимира Семенова, проходило знаменитое Смоленское сражение. Советские и германские войска вели бои здесь с 10 июля по 10 сентября 1941 года. Именно это сражение помогло задержать немцев и сорвать планы Германии на молниеносную войну. Но, к сожалению, этот успех Красная Армия оплатила большой кровью. Ее людские потери в этих боях составили более 700 тысяч человек. Там цеплялись буквально за каждый рубеж. У них тоже там были бои. И вот рассказывает, вот, так это хорошо запомнил. Вообще, у меня отец был прекрасный рассказчик. Знаете, в детской памяти все это впечатляется очень сильно. И он это потом еще пересказывал нам. И вот отступал последний на взвод, через их деревню шли. Ну, такие они были, все эти бойцы, видно, что из боя только вышли. Вот, вот, вот буквально. А тут уже наседают немцы, скоро должны быть. И вот они идут, эти кто-то кого-то поддерживает, раненые. И, значит, стоят наши женщины и с таким упреком что-то кинули. Такое вот, вот, типа, уходите, они-ка воины, оставляете нас, немцы. А их вел один молодой лейтенант. Молодой лейтенант. И он внезапно приказал всем остановиться. Все остановились. Собрались в деревню. Ну, кто там оставался в деревне? Ну, это старики, женщины, подростки, дети. И вот он всех построил. И говорит, обращается ко всем жителям деревни. Говорит, матери, жены, сестры, извините нас, мы не можем их остановить. Они такие сильные. Они сейчас такие сильные. Мы вот все делаем, но не можем. Мы уходим, мы отступаем. Но, ну, вот вы видите, мы вернемся. Мы обязательно вернемся, мы их погоним. В деревню Гвоздовка советские войска вернулись осенью 43-го. Это была стратегическая наступательная операция войск Западного фронта и левого крыла Калининского фронта под кодовым названием «Суворов». Она проводилась с целью разгромить левое крыло немецкой группы армий «Центр» и не допустить переброски ее сил на юго-западное направление, где Красная армия наносила главный удар, а также освободить Смоленск. В результате советские войска продвинулись на запад и очистили от немецких оккупантов часть Калининска и Смоленскую область и положили начало освобождению Белоруссии. Германия была вынуждена перебросить с Орловска, Брянского и других направлений в район Смоленска 16 дивизий. Всего Калининский и Западные фронты сковали порядка 55 вражеских дивизий, что способствовало успешному завершению контрнаступления советских войск в Курской битве. Они там расположились у нас в деревне Митсанбад. Уже были больше суток. Отец рассказывает. И потом вечером летит снаряд один, летит снаряд другой спереди, сзади. Но это был минут 10 шквальный огонь. Потом внезапно прекратился артиллерийский. И когда я вышел, такая ужасная картина была, говорит, снаряд. Один попал в Митсанбад в большую палатку. Ну, представьте, раненые, все, и все вот эти, аж мете тел. Лежит девушка, красивая, такая красивая, такие глаза смотрит. Я не помню, почему она здесь лежит. Она же живая, вот живая лежит. Вот, медсестра. А потом ветер так челку с олба, у нее такое отверстие во лбу. Яркими для Владимира Семенова стали и воспоминания отца, находившимся рядом с деревней Гвоздовка, аэродроме Боровское. Он был открыт в 1930 году неподалеку от уже существующего Шаталовского аэродрома. В годы Великой Отечественной этот аэродром играл важную роль в обороне западных рубежей страны и стал базой для размещения нескольких авиационных полков, дальних бомбардировщиков. Именно с аэродрома Боровское 26 июня 1941 года экипаж капитана Николая Гастелло взлетел в свой последний бессмертный полет. Огнем зенитной артиллерии его самолет был подбит. Потом немцы там его оборудовали, это был наш аэродром, а потом его оборудовали, когда захватили, и они с этого аэродрома летали бомбить Москву. И этот аэродром, видимо, был очень серьезный, стратегический, и наши летчики его хотели все раз бомбить, а с другой стороны деревни сделали ложный аэродром, и наши летчики два года бомбили все время этот ложный. Ложный аэродром с электростанцией, прожекторами, муляжами самолетов довольно продолжительное время не позволял нашим авиаторам выполнять боевые задачи. Сброшенные бомбы не достигали цели, и только в сентябре 43-го в небе над Боровским неожиданно для немцев появились истребители. Наши летчики сыпали бомбы возмездия на скопление вражеских самолетов, зенитных батарей и строительные сооружения. Голо от взрывов сотрясал поле в Боровском и раздавался на десятки километров. Все вокруг горело сплошным огнем. Стрельба там шла еще несколько часов, а потом в деревню привели троих наших бойцов, не танкистов, в общерамейской форме, пехотинцев. И там их в деревню согнали всех жителей и их казнили. Вот кто, что, потом говорит, отца, старший брат, они там пытались туда на место боя, хотели документы какие-то найти, но кроме гильстрелянных ничего не нашли. Вот это реально герои, как они погибли, с детям, вот были только жители этой деревни, и вот где-то кому-то пришло, пропали близости. А на самом-то деле это вот, понимаете, это вот такое событие было, это действительно подвиг был. Великая Отечественная война прошлась по судьбам родных Владимира Николаевича. Кто-то погиб, кто-то перенес ужасы плена, кто-то прошел всю войну, а после вернулся к мирной жизни, но рано умер. И о каждом в семье Семеновых бережно хранят память. Мы росли, я рос вот в этой атмосфере, этих рассказов, этих книг, тогда этих фильмов, которые еще фронтовики снимали. Для нас, пацанов, вот моего поколения, это было святое, это было что-то. И то, что сейчас пытаются говорить и делать о войне, какие-то переоценки, боже мой, да тогда невозможно было и в помине этого. Просто-напросто, по одной простой причине. Эти люди были живы, они все видели, они все знали, они могли рассказать, они могли ответить, потому что это реально были люди, которые видели, знали, понимали, прошли все это. КОНЕЦ